Царский крестный ход продолжается. Куда бы мы ни пришли, где бы мы ни шли, мы всегда проповедуем Христа. Соответственно, и Троица не правит. Дело в том, что Пасха уже была и Троица не все это могут вместить и принять. Но для того, чтобы вместить и принять, нужно начать чуть-чуть разбираться. А что же происходит? Вот есть вот такие вот вещи, которые мы с Божьей помощью собрали, для того, чтобы чуть-чуть, чтобы люди открывали свои глаза. Кто есть такой, что такое есть наше сегодня священство? Почему они нарушают законы, апостольские правила? Тут же у нас собрался, как в армии. Есть семь вселенских соборов. Апостольские правила. Предание святых отцов наших. Серги Радуф, Серапин Саровский. У всех, как слышали, примерно понимаете, о том я говорю, да? Вот. То есть ни шаг влево, ни шаг вправо. С католиками молитва запрещено, запрещено. С католиками сегодня молятся в службу. Мусульмана молятся в службу. Мало того, 22-го года, 14-го, с сентября 15-го в Астане, в Радуф, Северный Египет, Силы Собор, все собрались, все католики, мусульмане, православные, людей, дети садовы. Сказали, одна религия, все равно нету, там православия нету, мусульман нету, здесь Хрислав. Вам об этом говорят? Нет, об этом не говорят, об этом мало. Батюшка говорит, допустим, что нельзя не упомянуть. Что это не? Почему вам не надо? Потому что только храмы все приходят в Минске, что в Коломне, что во Владимире, что в Переслав-Залеве, где бы они были, везде лавочки. Заходите, здесь можно купить чайку, скушать хот-дог. Это то, с чем Господь наш боролся. Помните, когда он зашел в храм и начал опрокидывать столы миновщиков, выгонять продающих валов, голубей. Ну, то есть все повторяется, все повторяется. И сатана же работает, будь здоров. Поэтому я не хочу вас огорчать, но доведу до вашего сведения, что все рассчитывается неправильно. Есть у нас великие столпы, такие, может, слышали? Иоанн Златоустый. Иоанн Златоустый, слышали, да? Вот он сказал, как высчитывать Пасху. Просто. Первое весеннее равноденствие. После весеннего равноденствия первое полнолуние. После первого полнолуния, первое воскресенье, Пасха. Все. Но если полнолуние выпадает на субботу или воскресенье, оно переносится на неделю. Что в этом году помешало им правильно высчитать Пасху? Первое было равноденствие было 21 марта 20-го. Первое полнолуние. И первое воскресенье 31 марта была Пасха. Почему наша Пасха была 5 мая? Просто надо задавать все вопросы. Это просто... У меня нет слов негодования одно. У меня нет негодования. А самое страшное, что людей в ад ведут. Люди под гипнозом напились мы воды этой Кашпировского чумака в свое время. И этого в Зекурате лежит, в Мавзолее Ленин. Жит. Жит. Масон. И они проводят там каббалистические обряды. Все. Путин по фамилии Шеломов, Медведев, Мендель по фамилии, Шойгу, Ривлин, Лавров, армянский жит. Как это на ка его фамилия? Матвиенко, Коликов. Это все иудействующие житы. Они враги православия. А в Киеве Зеленский и Жесниль. Я-то уже подошел к брату к истинной войне. Славяну так спихнули. У меня бабушка говорила мне так. Я вам не надоедаю? У меня бабушка говорила так. Внучек, помню. В нашу деревню немцы сошли бендеровцы. Сама она была с Совруча. Это западная Украина. Хохлуха бабушка сама. Вот. Нашу деревню спалили. А пол Белоруссии выпалили. Хаты, может, слышали такое. Именно бендеровцы. И вот когда они начали вот эту вот войну, якобы... Вых, сейчас бендеровцы! Да я встал, думаю, ну наконец-то! Да! Наконец-то дадут гадам этим, которых... Этот... Кто там у нас? Хрущев! В 56-м году всем амнистию всех пиндеровцев взял и выпустил. Вот. А их просто надо было всех уничтожить. Вот просто. От слова совсем. Чтобы их не было. Да, они добились. Да, сатанисты. Они же сатанисты все. Паганцы. Вот. На этом, на этом, на этой почве Америкосы взрастили целую эту... 20 лет! А живые из России наблюдали за этим. Ну и тут, конечно, обманули всех красиво. Сейчас вот эта освободительная СВО... Вот, а вот это... Тра-та-та-та-та! Потом я начинаю смотреть. Ну, как и все. Первое. Киев оставили. Сразу же. Буча, Киев. Вот, они уже все должны были взять и закрыть. Просто закончить войну моментально. Но жидам это не надо. Жидам надо, чтобы мы друг друга убивали. Вот. Далее. Смотрю. Опа! Азов. Мариуполь. Азовцы. Две тысячи головорезов. Две тысячи головорезов выпускают в Турцию. К женам вывозят. Концовка. Брат-брата ложит. Реально. Брат-брата. Славян-славянина. Православный-православного. Но уже до многоходовка. Они просто так ничего не делают. Мы там сейчас убиваем друг друга. Они освобождают все территории. Вот эти все шнирсоны. Уроды сказали. На. Они уже готовят переселение 15 миллионов евреев. Новый Иерусалим. Это херсонская, одесская, запорожская. Шесть областей, короче. Николаевская. Днепропетровская. Ну, в общем, шесть областей самых жирных земель в Украине. Но этого им мало. Они еще хотят Ставрополь и Краснодар. Вот они сейчас объявили. Еще и Ставрополь и Краснодар. В общем, идет очень серьезная духовная война. И серьезная. На которой молчат и люди, и люди находятся в мире. Они уже и войну подготовили. Не такую, а полномасштабную для уничтожения. Потому что мы им поиск в городе православие. И очень многие люди все-таки, несмотря ни на что, просто не вакцинируются. А им нужны вакцинированные люди. Чтобы полностью... Ну, это же 5G. Это современные технологии. Чтобы управлять людьми уже как... Ну, телефону. Как говорится, крещеный, крещеный. Ну, спасайся во Христе. Крещеный. Спасайся. Христос посреди нас, братья и сестры. Во время следования по Пермской земле было восстановлено крещение у 11 человек. За один день. А также было записано очень интересное свидетельство от рабы Божьей Феодоры и рабы Божьей Евдокии. По милости Божьей оказались мы в одном из прекрасных мест Руси нашей Матушки. Господь нас привел сюда три года назад. А теперь еще и посетил нас через трех лебедей, прибывших сюда для исправления нашего крещения и присоединения нас грешных к РПЦ Царской империи. Во время воскресной литургии за окном погода менялась несколько раз. И когда молния, когда молния подходила к концу, уже после исповедей причастия вышло солнышко, а в небе ударил гром прямо над нашей головой. После троекратного «Слава тебе, Боже наш!» мы все вместе ликое провозгласили «Слава силе твоей, Господи!» «С нами был Илья Пророк, с нами Господь Иисус Христос». Такой молитвы, как в Царской империи, я не слышала давно. От всей души и со слезами молятся там. Так молились моя бабушка и мама. Милостивый Господь наш посетил нас грешных, через трех лебедей снизошел, присоединил к РПЦ Царской империи, поправив крещение. После исповеди причастия, когда душа очистилась, прямо над нашей церковью домом, гром ударил, но не испугал, а будто сам Илья Пророк сказал я с вами. И все возликовали «Слава тебе, Боже наш!» «Слава тебе!» «Слава тебе, Боже наш!» «Слава тебе!» «Слава тебе, Боже наш!» «Слава тебе!» Может быть и наш случай поможет кому-то спастись. В 2016 году сильно потянуло меня грешную рабу Божью. разобраться в себе и понять, где же истина, и познать Бога Живаго, почувствовать Его. Да и бабуленька моя говорила, все изменилось, вроде и небо тоже, и светило, и звезды, и все тоже. А вам, молодым, кажется, все так же должно быть. Но это на самом деле не так. Какие села и города красивые, дома большие, и все в них есть, а Бога-то нет. Стала я смотреть документальные фильмы Галины Царевой, Аркадия Мамонтова и так далее. Узнала тогда я и об отроке Вячеславе Крашениниковой. Стала смотреть и слушать фильмы, рассказы его мамы Валентины Афанасьевны. Многое случилось с нами до 2021 года. А тут еще и в рупор. С утра до ночи делайте прививки, делайте прививки. Какие выдержат нервы? Всем работающим было предложено прививка или увольняйтесь. Все мои родственники уволились. И так, жить в системе не работая, как жить в системе не работая, решили лес, землянка, бежать. Собрались, а что-то останавливало. Во сне Валентина Афанасьевна говорит, а вы что, идете? Идем. А чего ж сидите? Или пендаля ждете? Тогда ждетесь. Пошли мы, оказались у Бога под крылышком. Все родственники и знакомые говорят, с ума сошли. Я грешная и правда всю свою жизнь была белая вороной и считала себя дурой. Но когда узнала, что мыслю иначе, чем другие, не я одна, то поняла, что не я ошибаюсь, а мои окружающие. Стали и дети меня поддерживать, когда поняли, что правительство наше врет и выкручивается. И задолго до появления царя нашего батюшки начали мы борьбу с этой системой. Бороться не страшно, когда сообщай. Самое главное, по законам и заповедям Божьим, то есть всегда Бога призывая. И бабуленька меня учила, без Бога не до порогов, всегда Бога держи. Пошли мы в землянку, а учутились у Бога под крылышком, сожгли документы, поправили крещение. И с появлением владыки нашей Газосимы и вера окрепла. И цель в жизни опять появилась. А после поправки крещения, исповеди и причастия, присоединения к РПЦ Царской империи, все стало на свои места. Старики наши говорили, жидам не подчиняйтесь. Иудеям на нашей земле делать нечего. Еретиков не слушайте. И с ними, простите грешную меня, рабу Божью, Феодору, даже какать на одном поле нельзя. Так говорили мои предки. Во всем они были правы. А теперь наша задача их не предать до конца. А самое главное, от Божьих заповедей и законов не отступать. Во всем слушать царя нашего батюшку, помазанника и патриарха Зосиму. Нужно быть за Бога, царя и Отечество. Очень нужно нам каждому поправить крещение. Вторую часть его говорит царь наш государь, патриарх Ладыка Зосима. Отказались мы от Господа, от Духа Святаго, приняв документы антихристовые. Святые отцы давно говорили об этом, но наши мозги были затуманены, пока не пришел помазанник Божий, не снял своими отчитками оковы дьявола. Открыл наш государь истину, о которой мои предки говорили. Кричит душа моя, проснись, Русь православная, очнись, народ Богом избранный, скинь оковы колдовские, жидовские и услыши, как небо кричит и земля стонет. Собери, народ, всю волю свою, упади пред Господом на коленочки, покайся и иди за царем батюшкой ко Христу. У бабули в записях ее нашла такие слова, что Божья честь, закон церковный, вера, благочестие, предание святых отец, через сие мы, христиане, Бога чтим и славим. Слава Христу, смерть Антихристу! Хочу рассказать о свидетельствах, произошедших за такое короткое время. Полгода назад, еще зимой, мы узнали, что Владыка Силан ездит крестным ходом по Руси нашей матушке и поправляет крещение. Узнали мы, что Владыка собирается и в нашу сторонку. Ждали мы его всем сердцем. И вот, наконец, когда нам сообщили о выезде в наши края, каково было счастье. 11 июня 2024 года приехали к нам Владыка Силан, схемонахиня Елена и послушница Галина. Как же я рада была видеть их. И о, как ликовало мое сердце. Все ведь мы знаем, что крещение надо бы нам поправить каждому. Отказались мы от Господа и от Духа Святаго, приняв документы Антихристова. Вот тут я и поняла, что пришел и мой черед исправлять свои ошибки, выйти из системы сатаны. О, как же было трудно, выпутаться из паутины греховной. Избавиться от антихристовых документов собиралась я еще давным-давно. Год целый доделывал дела, надо ведь было сдавать экзамены, да и многое другие грешные мирские дела. Но все же это не было причиной отказаться от документов. Но дело было в том, что сам дьявол затуманивал мысли и нагонял страхи. И я думала, а как же я буду без паспорта, как же без свидетельства о рождении, да и снил сможет вдруг пригодиться. Ведь мне только шестнадцать, вся жизнь впереди, да может еще что-нибудь успею. И все эти мысли меня не покидали. А как только я собираюсь сжигать документы, так тут, понятно, сразу враг начинает свою работу. Настал момент, когда мне все-таки пришлось решиться. И тут, слава Богу, помогла мне Галина. С самой первой встречи мы стали близки духом, и ее слова мне врезались в голову. Надо сделать прыжок, не оглядываясь решиться, и прыгнуть. Наполовину Богу, наполовину Сатани не услужишь. Надо делать выборы прыгать. С вечера собрала все документы, всю ночь не могла уснуть. Рано утром, по милости Божьей помолившись, собралась с мыслями и силами, все же решилась прыгнуть. Очень уж я не хотела быть физлицом недееспособным или быть номерком у дьявола. Начала сжечь документы, пытаюсь поджечь, а оно будто специально не загорается. Чувства смешанные, какие-то необъяснимые. И кто-то будто насильно старается помешать мне, остановить меня. А сжигая снилс, огонь так и норовился обжечь мне руки. Когда все загорелось, от огня шел такой, и жар, какого раньше я не встречала. Долго оно все горело, и тут я взмолила ко Господу. Господи, очисти мою душу от скверной Антихриста, от его печати и сети, защити меня. Прости, мя грешная. Когда все загорело, на душе было как-то странно. Даже никакие мысли в голову не приходили. Я была в каком-то омуте. Но после очитки, будто мне перенос глаз сняли. Стало и на душе чище и светлее, да и физические силы прибавилось. Как будто тяжелые оковы сняли с меня. Даже дышать легче стало. Во время очитки я почувствовала, как дух святы с ней зашел на меня грешную. Сердце так и трепетало, будто жаждало этого всю жизнь. Я очень благодарна Влада Киселану за его тяжкий труд. Душа ликовала, одним словом летала. Вот так, слава Богу, поправили мне крещение и присоединили к истинной Церкви Христовой, РПЦ Царской Империи. Поставила себе цель за Бога Царя Отечества сдать экзамены без документов и подписей. Когда я избавилась от всех документов, то мне осталось сдать еще один экзамен. Пришла я в школу без документов, а там с этим, кстати, очень строго. Отстояла свою точку зрения, что я уже не нахожусь в РФ и Сатанинской, и не служу ему. Всех их там так перетелепало, все учителя на взрыд плакали и уговаривали, умоляли меня, ну подпиши хоть что-нибудь, а там одни штрих-коды, QR-коды, всякие номерки. И Господь так управил, что и без документов до экзамены меня допустили. Так еще и на хорошую оценку сдала. Документы мне никакие не нужны, от аттестата я отказалась. Слава Богу за все. Еще, когда мы служили панихиту, литургию и всеночное моление, тут я и поняла, что это истинное и правильное моление. Так молились моя прабабушка и прапрабабушка. Теперь я точно знаю, что в РПЦ Царской империи настоящая истина. Как было радостно служить такое моление. Каждый раз мы получали такую благодать. Слава Богу за все. Отдельно хочу сказать, когда мы служили литургию, погода очень сильно менялась. То было солнечно, то ветрено, то пасмурно. А после истовиди и причастия на улице так заиграло солнышко. И тогда мы с владыкой Сюлана восхваляли Господа нашего Иисуса Христа на третий раз «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» Над нами, как ударит гром, мы все возликовали, что сам Господь Илья Пророк с нами. Какие чудеса! После Божественной Литургии такое очищение души было. О, как на сердце тепло! Слава Тебе, Господи! Еще одно свидетельство во славу Божию. Стояли мы с сестрой на мосту, а владыка Сюлана около берега. Увидали мы, как пролетело три белых лебедя. Да так долго кружили над владыкой Сюланом. И тут я сразу поняла, что это сам Господь отправил к нам трех лебедей. Владыку Сюлана, матушку Елену и послушницу Галину. Спасибо, Господи, владыка Сюлан, за то, что побывали у нас и впустили Господа Бога в наши души, поправили нам крещение и присоединили к РПЦ Царской империи. Вот и доказательство, что жить можно и нужно без антихристовых документов, а уповать только на Господа Иисуса Христа нашего, Спасителя. Слава Христу, смерть антихристу! Слава Христу, смерть антихристу! Слава Христу, смерть антихристу!